Здравствуйте! В эфире ТБН Новости в студии Жанна Мамилова. Основные темы выпуска. Современное государство и глобальная безопасность. Епископ Сергей Риховский об итогах Международной конференции. Роша Шана, начало Нового года. Иудеи всего мира отмечают один из главных праздников. Благая весть о Царстве Божьем. В Днепропетровске Евангелизационное собрание. На минувшей неделе в Ярославле состоялась международная конференция «Современное государство и глобальная безопасность». В форуме, который проводился под эгидой президента России Дмитрия Медведева, приняли участие известные европейские политики, ученые, дипломаты, а также общественные деятели. На конференцию был приглашенный епископ, председатель Российского объединенного союза христиан веры евангельской Сергей Риховский. Я был приглашен руководством нашей страны быть участником этой конференции. Были приглашены очень известные общественные деятели, политики, депутаты, конгрессмены, премьер-министры и руководители других государств. Тема очень актуальна, очень важна, потому что мы живем на распутии сейчас, куда будет развиваться мир, что есть правовое, демократическое государство. Об этом было очень много сказано на этой конференции. И как обеспечить глобальную безопасность. Если первое для нас, как для христиан, принципиально, скажем, не очень, может быть, важно, уж христиане-то живут везде, и в средние века жили, в неправых государствах, и в тоталитарных обществах, и в обществах с иными идеологическими установками, другими религиозными ценностями. Тем не менее, вторая часть – это глобальная безопасность. Нам очень близка, потому что об этом говорится в книге «Откровения», и об этом говорят пророки. И мы чувствуем, что для меня это было положено начало, некое движение, скажем, к исполнению основных порочеств, которые заложены в Библии. И я могу сказать, что президент за пару дней до этой международной конференции в Ярославле, он написал в газете «Ру» свою известную статью, которая называется «Россия вперед». Статья очень актуальна, очень важная. Она очень достаточно большая, объемная. Президент затронул много важных моментов нашей государственности, экономики, финансов, права, коррупции, чиновничества и так далее. Мне больше всего запомнилось несколько пассажей очень важных, что у нас, президент сказал, вековая экономическая отсталость. Ее нужно преодолеть. У нас есть привычка существовать за счет сырья и прочее. И мы очень плохо создаем инновационные технологии. Президент сказал, что вековая коррупция в России с незапамятных времен и до сих пор разъедает общество по причине чрезмерного присутствия государства в бизнесе, во всем. Президент сказал, что люди очень сильно надеются на государство, практически не надеются ни на Бога, ни на себя. Для меня, что было важно еще, я сначала не обратил на это большого внимания, но потом стало это очевидно, что я был единственный религиозный деятель, российский. Не было ни моих братьев православных, иудеев, мусульман. Так случилось. Я сначала не придал этому большого значения, потом уже когда мне стали говорить мои некоторые друзья, чиновники, депутаты, политики, и говорили, а где же ваши коллеги религиозные деятели. Ну, я не знаю, почему так было сделано, так сказать, руководство нашей страны, я там был один. Тем не менее, тем не менее, еще раз подчеркиваю, дан старт определенным важным моментам, которые описаны в откровении. Я уверен, что то, что мы приглашены к этой работе, да, к этому созидательному труду, у нас есть шанс изменить нашу страну, сделать ее лучше, цивилизованной, чтобы эта страна не была отсталой по многим показателям, чтобы это была современная страна, где уважалось бы право, вера, свобода. Собственно говоря, все, что говорил президент, это отвечает тому, что мы говорим евангельская этика, протестантская этика. Собственно говоря, все об этом говорили, все участники зарубежные и российские. Вот то, что мы называем протестантской этикой, она буквально там пропитала вот все это пространство, эта международная конференция. Я уверен, что мы, евангельские верующие, нужны этому государству. И если мы были приглашены туда, то на нас рассчитывают как на партнеров в этой непростой трудной работе. И наша задача усилить сегодня благовестие, усилить проповедь наших ценностей евангельских, которые мы проповедуем с кафедры, чтобы они стали публичны, доступны, понятны каждому человеку. Мне кажется, пришло время. 18 августа иудеи всего мира начали отмечать Новый год по еврейскому календарю. На иврите Роша Шана. Своё летоисчисление иудеи ведут от сотворения мира. Таким образом, наступающий год будет уже 5770-м, с тех пор, как Бог создал Адама и Еву. 18 сентября. Евреи всего мира празднуют наступление 5770-го года. Роша Шана – традиционный еврейский Новый год, который также называют Головой года. В этот день Всевышний выносит своё определение о жизни каждого человека на предстоящий год. Христианская и Престерианская Церковь также выражают свою солидарность и вместе с прихожанами также отмечают этот замечательный праздник. Роша Шана – это «голова года», переводится с еврейского. Это праздник покаяния. Это праздник, когда человек осознаёт своё отношение к Богу, пересматривает своё отношение к Богу. Христианство в современном мире как раз не достаёт сейчас вот этого осознания места Бога в его жизни. Потому что очень многие христиане больше думают о процветании, о благословении, забывая о том, что всё это приходит только через Бога. Роша Шана – как раз один из таких праздников, которые отметил Бог в Библии, чтобы мы вернулись к истокам, чтобы мы вернулись к Богу, чтобы мы покаялись перед Ним, чтобы поставили Бога на первое место в своей жизни. Поэтому это полностью евангельский праздник, праздник покаяния. Поздравляем всех с наступлением нового 5770 года. Желаем вам мира, счастья и всех благ. Зачем спорить с Богом и говорить, что я это сделал, если Бог тебе вдвойне... Алексей Ткачёв, Бояркин Даниил, специально для телеканала «Благих новостей». А тем временем Израиль отмечает 20-летие волны возвращения евреев из стран бывшего СССР. По этому случаю в Иерусалиме прошла особенная церемония. 525 репатриантов получили израильские удостоверения личности из рук министра абсорбции Израиля Софы Ландвер. По ее словам, цитирую, церемония была организована, чтобы открыто поблагодарить всех, кто помогает массовому выезду евреев со всего мира, а также христиан и христианские организации. Конец цитаты. Переходим к традиционному опросу. На этой неделе мы спрашиваем, как вы оцениваете участие священнослужителей в светском образовании? Если вы считаете, что это поможет развитию принципов духовности в обществе, присылайте смс цифрой 1. Если вы думаете, что участие в светском образовательном процессе будет не одинаковым для представителей разных религиозных конфессий, мы ждем ваши смс цифры 2. Отправляйте смс цифры 3, если, по вашему мнению, эти меры приведут к контролю светской администрации духовно-нравственного воспитания. Мы ждем ваши смс на номер, который сейчас на экране вашего телевизора. Принять участие в опросе можно и на сайте www.tbnrussia.org В Днепропетровске планируется провести необычное евангелизационное собрание. Главным организатором мероприятия выступило руководство Духовного центра Возрождения. С подробностями Павел Могиленицкий. На днях руководство Духовного центра Возрождения города Днепропетровска собралось для обсуждения вопроса о проведении служения разрушения родового проклятия на стадионе «Метеор». Сегодня Бог вложит в наши сердца сильное бремя за погибающих людей. И мы приняли решение 27 сентября в городе Днепропетровске на стадионе «Метеор» провести большое евангелизационное собрание, где тысячи людей получат свои чудеса, где родятся свыше, в первую очередь, люди, которые сегодня живут без Бога. И это собрание, оно будет проходить для всего тела Христова, где евангелист Владимир Мунтян будет служить всем-всем людям, которые посетят это большое богослужение. Сегодня мы молимся, вся наша команда, все пастора, все эти люди, которые откликнулись по многу часов, и взываем к нашему любимому Богу, чтобы Он совершил чудеса в жизни этих людей. Служение «Разрушение родового проклятия» пройдет в городе Днепропетровске на стадионе «Метеор» 27 сентября. Специально для ТБН «Магельницкий Павел» и Днепропетровск.